В странстве Романа Насирова с утра в больницу Феофания, где с диагнозом инфаркт находится временно отстраненный главный фискал, нагрянули детективы НАБУ. Хотели удостовериться, так ли уж болен их подчиненный. Решили отправить налоговика в институт кардиологии имени Строжеско. Но путь насилкам с Насировым преградили депутаты от БПП. Чуть не дошло до кулаков. Однако, фискала таки транспортировали. Впрочем, на этом его мытарства не закончились. Куда и зачем Насирова возили Александр Пантелеймонов? Обо всем по порядку. Еще вчера, прикованный к постели после сложной операции почти без сознания, сегодня в 9 утра Роман Насиров пишет бодрый пост в Фейсбуке. Уверяет, болезнь не имитирует, ни в чем не виновен и готов доказать это в суде. Но уже через час у него гости. Детективы НАБУ пришли проверить, так симулирует ли фискал или вправду болен. Несколько нардепов, БПП и активисты пытаются помешать, но налоговика увозят в институт кардиологии. На носилках Насиров снова без сознания. В НАБУ торопятся. Завтра истекает срок задержания подозреваемого, и поэтому важно понять, насколько он болен. А вот тем, кто пытался помешать транспортировке едва дышащего фискала, грозят уголовным производством. Я напоминаю, что моменту складания протокола про затримание, впродовж 70-ти годин, подозреваемый перебивает под вартою, и будь-якое прошкоджение действия детективов, соответственно, чиновное законодательство, является криминально кареным действием. Напевняем, что детективы антикоррупционного бюро и прокуроры антикоррупционной прокуратуры, как представители, в первую очередь, правоохранных органов, действуют исключительно в межах чиновного законодательства. В БПП от защитников Насирова поспешили откреститься. Действие отдельных нардепов – это вовсе не позиция фракции. И блок Петра Порошенко не делал и не будет делать каких-либо официальных заявлений. Тем временем адвокаты задержанного утверждают, по отношению к Насирову допущена уйма процессуальных нарушений, и без судебной экспертизы судить его нельзя. А в институте кардиологии и вовсе отказываются делать какие-либо заключения. Комиссия пришла к выяснению, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы из заклада, где он перебывал. Все. Теперь не знает, что делать. Вот такая ситуация. Несмотря на это, Романа Насирова все же увозят из кардиологического отделения в Соломенский суд Киева. Насиров снова на носилках и снова на вид без сознания. Александр Пантелеймонов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.